Бомбарбия, эвакуация продолжает свой эфир и с вами я, Ксения Брагенец. Мы продолжаем сегодняшнюю тему о медицине. С нами на связи сейчас наш корреспондент из Бельгии, Алексей Фомин. Алексей, добрый день. Мы собираем информацию у людей, которые находятся за границей непосредственно из-за собственного опыта. Поделитесь, пожалуйста, что у вас есть по этому поводу? Куда могут обратиться люди, у которых есть какие-то заболевания? Как получить помощь? В целом, в Бельгии довольно хорошая медицина. Если коснуться самого главного вопроса, это тех людей, которые наши только прибывают сюда, и у них есть проблемы со здоровьем, в принципе, переживать не стоит. Медицинская помощь оказывается сразу уже в стране, если она вам нужна. То есть, не дожидаясь какого-то пакета документов, уже можно получить неотложную медицинскую помощь и какую-то основную помощь, которая нужна. Это можно сделать и в дежурных основных больницах. Ну, понятно, что сориентироваться сразу может нашим людям сложновато, но есть волонтеры, есть социальные службы, которые всегда помогут, как найти эту помощь. Медицина в целом, как и везде, наверное, страховая. При первоначальном, на втором этапе уже оформления документов, социальные службы сразу информируют о том, как оформить страховку, и вы подаете на нее документы и ожидаете ее. Но пользоваться, получить помощь уже можно с любого этапа, то есть, начиная от первого, и на втором этапе тоже всю помощь уже можно получать медицинскую. Что значит первый-второй этап? Если более... Ну, насколько нам известно, чтобы получить... Первый этап – это когда вы зарегистрировались... Да-да, слушаю вас. Чтобы получить какие-то документы, для этого нужно определенное количество времени, а иногда случается так, что человеку нужна помощь, ну, вот прямо сейчас. Помощь прямо сейчас оказывается, то есть, с момента того, как вы в стране. Я имею в виду, что на втором этапе уже регистрации по месту, вы уже прямо сразу даете документы на страховку, и у вас начинается этот процесс получения страхового освидетельства. Но помощь оказывается сразу, естественно. То есть, и соцслужбу можно отправить незамедлительно, если вы обратитесь к ней. И волонтеры подскажут, куда можно обратиться. Она оказывается просто по украинскому паспорту. Понятно. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Лекарства. Это нужно покупать за собственные деньги, или же тоже помощь оказывается с лекарствами? Здесь нужно быть внимательным, понимать все-таки условия, да, потому что не все лекарства подлежат компенсации. И то есть, в каждом конкретном случае лучше все-таки уточнить. То есть, порядок, в принципе, такой, как он и должен быть. Нужно обратить, ну, если для стопроцентной компенсации в дальнейшем, то этот порядок, конечно, через врача, врач, выписка рецепта, и получение рецепта именно тех медикаментов, которые выписал врач, которые вам необходимы, они будут компенсированы. Если люди принимают самостоятельно какие-то решения о покупке каких-то препаратов, там, антибиотиков, но, опять-таки, это не все купишь, но если люди что-то покупают сами, это не обязательно будет компенсировано, потому что это уже будет принимать решения страховая компания и социальные службы. То есть, лучше все-таки дождаться выписки рецепта от врача и потом покупать это все. Хочу, кстати, обратить внимание, очень много уделяется внимания, будем сохраняемыми возможностями. То есть, хорошо работает Красный Крест, сформированы, ну, есть в стране фонды поддержки, там, слабослышащих, неходящих, слабовидящих, есть отдельная помощь пациентам с онкологией. То есть, в принципе, всю эту информацию можно с помощью волонтеров, с помощью, там, наших ресурсов или же социальных служб, которые вы в любом случае посещаете на всех этапах, они есть возле, ну, у каждого на районе, каждый человек знает, где они, несложно найти. Там можно получить информацию и помощь. Немножечко со связью. Она выдается, то есть, она оформляется бесплатно. Да-да-да, Алексей, мы вас слушаем. Так, сейчас вернусь. Страхование бесплатное, оно оформляется при регистрации, и потом вы попадаете в страховой фонд. Страховки для нас очень хорошие, то есть, это расширенный пакет, который, в принципе, компенсирует практически полностью все расходы. Ну, надо, конечно, уточнять насчет, как обычно, насчет там стоматологии, да, там, каких-то моментов нужно уточнять. Но, в целом, мы получаем максимальный расширенный пакет страхования. Спасибо. Меня еще интересует такой вопрос. С медициной мы разобрались. А что касается психологической помощи? Понятно, что многие люди, ну, скажем так, бежали с горячих точек, им нужна психологическая поддержка. Есть ли возможность поговорить с психологом, а самое главное, языковой барьер, как эта проблема решается? Есть волонтерами сформирована психологическая помощь. Хуманитарные и социальные организации в Брюсселе, они сейчас активно нанимают волонтеров, нанимают психологов, русскоговорящих, украиноговорящих. И такая помощь, конечно, оказывается. То есть, можно найти и в инфекционных группах волонтеров, правда, у нас снова проблема со связью. У нас снова проблема со связью. Учисло контакты, к кому обратиться. И точно так же социальные... Да-да, вернулась. Алексей, вы нас слышите? Да-да, на каком этапе оборвалась? Буквально пару фраз раньше выше поднимемся. То есть, есть такая помощь, ее можно найти. Да, все службы набираются сейчас активно, работа в этом направлении ведется. Если задаться целью, ее можно найти. То есть, не сильно сложно в сообществе, в волонтерском, в наших группах и в социальных службах можно найти. Если вам это необходимо. Спасибо. Я лично знаю случаи, когда люди пересекают границу и заболевают коронавирусом. Расскажите немного о том, что касается прививок, нужно ли делать заново их. И что делать с теми людьми, которые заболевают, пересекая границу, заболевают коронавирусом. Здесь, как таковые, ограничения сейчас легкие. То есть, здесь не проверяют вакцинации нигде. То есть, в общественных местах, в магазинах рекомендовано носить маски. Но этого не все пределают. То есть, это рекомендовано, это не обязательно. Центры вакцинации работают. Их количество в ближайшее время было сокращено значительно. Потому что, я так понимаю, идет программа на то, что сворачивается. То есть, какой-то особый уже контроль над этим. Но в целом, центры вакцинации работают. И, соответственно, у семейных врачей или в больнице, если вы подозреваете, что у вас коронавирус, можно получить помощь и направление к специалистам. Спасибо. И у меня последний вопрос. Я также знаю, что уехали беременные женщины. Поддержка для таких женщин существует? Да, есть специальные службы, которые отвечают отдельно. Соцслужбы отправляют в отдельные службы, которые именно занимаются беременными. Они получают отдельную специальную помощь в специальных службах. То есть, это и помощь дополнительная с медицинским обслуживанием и консультации по поводу родов. То есть, с первых дней, если какие-то проблемы после. Если есть специальные службы, которые более расширенно занимаются этим вопросом. Понятно. Спасибо огромное. Единственный вопрос, который бы меня еще интересовал, это если ребенок рождается на территории другой страны, насколько мне известно, он считается уже, ну, предположим, если в Бельгии, то он бельгиец. Как обстоят дела с этим, пока еще неизвестно, да? Да, это интересный вопрос. Ребенок-то украинский, он вынужден. Сейчас... Выехала. Да, на него не... Да, прямо сейчас вы не готовы на него ответить, потому что официальная информация разная. Снова проблемы со связью. Спасибо огромное. С нами на связи был Алексей Фомин. Бельгия. Всю информацию мы оставим по ссылочке ниже. Итак, мы продолжаем бомбарбия, эвакуация.